Сургутские волейболисты уступили в Югорском дерби. Газпром Югра в первом туре Российской Суперлиги на выезде проиграл Нижневартовскому Самотлору. Буквально за день до встречи к нашей команде присоединился основной связующий сербский легионер Алекс Абрджович. Однако, по признанию тренерского штаба, он, впрочем, как и все находящиеся на площадке, не показали той игры, на которую способны. Газпром уступил в ключевых компонентах, сделал больше ошибок в атаке, на подаче и полностью проиграл блок. Да все, в принципе, не получилось. В первую очередь бросается в голову наша безобразная игра на блоке. Это первое, что, конечно, так на вскидку можно сразу после игры вспомнить. То есть, очень много сбитого приема на стороне соперника было. Наши края сыграли не самым лучшим образом. Не только края, а и центральная тоже. Итог матча 3-0 в пользу Самотлора. Самым результативным в составе хозяев стал диагональный Павел Захаров. В его активе 15 очков. Среди игроков «Газпрома» «Югры» 11 баллов на счету Александра Чифранова. Следующие матчи выездной серии «Газпром-Югра» проведет 30 сентября с Новокубышевской «Новой» и 3 октября в Краснодаре с местным «Динамо». Первый домашний матч намечен на 16 октября. В Сургут приедет Красноярский Енисей. Газовики после дебютного тура на предпоследнем месте. Самотлор на второй строчке турнирной таблицы. 3-0. Первый тур. Победа. Даже отвечать не буду на вопрос, как сложилось. И ожидали. Все здорово. А готовились. Ну, первая игра в домашний зал свой. Плюс не особо для нас, наверное, удачная игра в Кубке России. Все-таки результат, может, и есть. Ну, и игра там оставляла желать душу. Хотелось чемпионат начать с мажорной ноги.